Школьные автобусы к новому учебному году готовы. Об этом сообщили первому вице-мэру Самары Владимиру Василенко на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Совместно с представителями ГИБДД и Департаментом образования весь школьный транспорт проверили на техническую исправность и соответствуют требованиям к перевозке детей. По решению комиссии все школьные автобусы допущены к работе. Принимаются эти автобусы, они все с лицензией допущены. У нас вопросов связан со школьными перевозками нет. В сентябре в самарских школах стартует акция «Внимание, дети! Дорога в школу». Она начнется 1 сентября и продлится весь учебный год. Родительские патрули совместно с сотрудниками госавтоинспекции будут регулярно дежурить на пешеходных переходах рядом со школами. Кроме того, ежедневно в школах педагоги будут проводить «Минутку безопасности», напоминая детям правила дорожного движения. 6 сентября у «Зебр» пройдет акция «Спасибо, водитель» с участием полицейских и учителей. Работы еще очень-очень много, но я надеюсь, что все будет хорошо и все, что было планировано, будет реализовано. Весь учебный год работу по пропаганде безопасности дорожного движения будут проводить и в социальных сетях, и чатах. Продолжат функционировать в детских садах и школах мобильная лаборатория безопасности дорожного движения. Хорошо себя зарекомендовали классные часы и родительские собрания с представителями ГИБДД. Но работу необходимо усилить, отметил Владимир Василенко. Мы предупреждаем это ДТП и где могут пострадать другие люди. Вот давайте еще раз повторяю, к этому подойти серьезно. Продолжатся в Самаре и ежедневные профилактические рейды ГИБДД «Контроль трезвости» по выявлению нетрезвых водителей. На городской комиссии по безопасности дорожного движения прозвучало предложение создать горячую линию, куда можно было бы звонить и анонимно сообщать, если человек сел нетрезвым за руль. По мнению собравшихся, это поможет сохранить жизнь и здоровье горожан. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.